Здравствуйте, на связи Дмитрий Ризан и сегодня мы с вами рассмотрим, какие социальные сети выбрать для работы и как в них зарегистрироваться. Итак, начнем с новой социальной сети, которая недавно вошла в общий обиход, это Google+. Для регистрации нам необходимо иметь адрес электронной почты на Gmail. Если у вас его еще нет, тогда вы можете создать прямо из этого меню. Если уже есть или вы уже успели создать, нажимаем на кнопочку «Войти». Заполняем адрес электронной почты и пароль. Я специально создал адрес электронной почты, тестовый, так что мы вместе с вами пройдем процесс регистрации. Нажимаем на кнопочку «Войти». Так, теперь вводим наше имя, фамилию, пол и дату рождения. К примеру, скажем, Иван. Иванов. Мужской. Дата рождения. Здесь также нажимаем на «Добавить фото». Можно добавить фото с компьютера или сделать с фэп-камеры. И нажимаем на кнопочку «Перейти». Далее пропускаем эти шаги. Продолжить, продолжить. Пропустить нажимаем. Продолжить. Итак, готово. Нажимаем на кнопочку «Готово». Что ж, я вас поздравляю. Ваш аккаунт на Google+, уже создан. Теперь вам надо его заполнить. Наполнить информацией о себе. Круги. Круги – это основная часть Google+. Именно за счет кругов вы и добавляете себе друзей, семью, знакомых. Итак, вы зарегистрировались. Далее я вам лично рекомендую сделать приглашение ваших друзей из Gmail, нажав на кнопочку «Пригласить друзей». Здесь вы вводите адрес вашей электронной почты и нажимаете «Пригласить». Переходим далее. Facebook. Здесь регистрация, в принципе, простая. Также вводим ваше имя, фамилию, ваш электронный адрес. Здесь уже не имеет значения, на Gmail или нет. И пароль к вашему аккаунту. Пароль рекомендую вам вводить для каждого аккаунта в различных социальных сетей. И другой, для того, чтобы в случае взлома одного из аккаунтов другие не были взломаны. Это гораздо повысит вашу безопасность в интернете. И нажимаем на кнопочку «Регистрация». Далее вводим капчу, которую мы видим на экране. Здесь также вы можете сделать поиск друзей по Gmail, из Mail.ru, Skype, или с другой электронной почты. Или нажимаете «Пропустить этот шаг». После этого заполняете информацию о себе. Итак, вы зарегистрированы в Facebook. Я вас в этом поздравляю. Теперь вам осталось наполнить свой аккаунт и также активно добавлять друзей. Переходим к следующей социальной сети. Twitter. Вводим ваше имя, фамилию. Адрес вашей электронной почты. Опять-таки, любой, неважно, на Gmail она или нет. И пароль. Регистрация. Все, поздравляю, ваш аккаунт на Twitter создан. Нажимаем на кнопочку «Далее». Нажимаем на «Пропустить». Итак, нам еще осталось подтвердить адрес электронной почты. А также искать читателей, читать интересных людей, общаться. Далее переходим к уже всем известной нам социальной сети ВКонтакте. Для регистрации. Вводим наше имя. Фамилию. Указываем пол. Нажимаем на «Зарегистрироваться». Выбираем страну. Школу здесь можно пропустить. Потом можете заполнить. После этого вводим номер вашего мобильного телефона, на который вам придет смс-ка. Кодис, который надо будет и здесь ввести. Итак, друзья, собственно, для чего мы все это затеяли? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим на примере моего сайта. Часто внизу под статьями вы можете видеть вот такие вот кнопочки социальных сетей. Если статья вам понравилась, вы нажимаете «Плюс 1». Это для Google+. «Твитнуть». Для Twitter. «Мне нравится» для Facebook. И «Плюс 1» для ВКонтакте. Перед тем не забываем заходить в наши аккаунты, так как информация о том, что нам понравилось, будет публиковаться на наших стенах, на наших аккаунтах. И таким образом будет происходить социальная раскрутка сайта. То есть раскрутка в соц. сетях. Спасибо, друзья. На связи был Дмитрий Ризан. До скорой встречи. Пока. От скорой встречи. Соц. Продолжение следует...